Синьор, возьмите меня! Нарейте синьор! Прыгай! Горожане в Кремоне народ добропорядочный. Бродягам тут делать нечего. А я и не бродяга. А кто ты? Я ищу своего учителя. А кто твой учитель? Великий мастер Никола Амати. Как? Ты учишься о Амати? Нет, почтенный синьор, вы не поняли меня. Мастер Никола никогда не видел меня. Но я пришел сюда, чтобы учиться у него. А, а по дороге украл булку. С этим у колотушки легче кажется. Мне нужны силы. Мне надо доказать учителю, что я ему нужен. Ты? А зачем ты нужен Амати? Я хочу, чтобы великий мастер передал мне свои знания. Я хочу постичь секрет звука. О, прекрасно. А ты разве не знаешь, что мастер Амати якшает с нечистой силой? Ты гиены огненные не боишься? А если бы я знал, что Амати и сам дьявол, я бы и тогда не отступился. Ну, воровать булки на басаре ты умеешь. Это ясно. А что ты еще умеешь? Учиться. О, нелегкое занятие. И не каждому дано. Как тебя зовут? Антонио. Антонио. А откуда ты родом? Так. Ха! Может, и впрямь мне тебя послал Бог. Или дьявол. Или дорога привела. Страдивари. А так и на веку тебя. Страдивари. Вы мастера Амати? Возьму тебя учеником без оплаты за еду и науку. Что, Антонио, ведь дешевле мы их не будем продавать, а? Меня это не касается. Я все равно у вас ничего не получаю. Я работаю за хлеб и науку. Антонио, неси сюда скрипку. Хорошо. Радуйтесь, футляры консолини. Вам доверены прекрасные невесты из дома Амати. Вашими женихами, маленькие Амати, будут пальцы герцогов, банкиров, кардиналов и маркграфов. Никто не спрашивает вас, маленькие и прелестные Амати, нравятся ли вам женихи. Ведь за вас так дорого заплатили. Ничего, ничего, мужья знают, что держат их для любовников, пусть и случайных. Не может талант купить такое. Таланты все бедны. Но зато вы, маленькие Амати, в слиянии с талантом, в экстазе поете так, что вашего отца создателя считают колдуном. А то вы становитесь еще завлекателее. Так пойте же скрипки Амати. Учитель, извините меня за дерзость, но вы и так богаты. Зачем вы продаете ваши скрипки этим болванам? Пускай скрипки лежат дома. Вы же сами говорили, что с каждым годом они становятся дороже. Дочь в семье должна выйти замуж. Творения мастера должны прийти к людям. Даже если бы никто не покупал мои скрипки, я бы их отдавал даром. Но люди, к которым они попадают, не в состоянии отличить. Ваш инструмент от балаганной виолы. Они платят вам за ваше имя. И за футляра консолини. В этом ты прав, мой мальчик. И в этом. Но есть одна тонкость, которую пока ты не можешь понять. В твоем возрасте жизнь кажется бесконечной. А я уже должен думать о том, какую тень оставлю, пройдя по жизни. Ты со временем поймешь, что тень это творение рук наших. Наши инструменты. Пройдут века, они будут жить, даря людям счастье. Еще не родились те компанисты, музыканты, которые смогут по-настоящему оценить эту вот скрипку. Их слава, их музыка впереди. Пройдут века, но скрипки будут жить. Ибо бесконечен круговорот людской жизни. Как восход и уход солнца, как прилив и отлив океана. И стремление людей к прекрасному бессмертно. И нам с тобой не дано узнать, кто и для кого будет играть на этой скрипке. Потому что, мой мальчик, века – это очень много времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Объясни мне, мой мальчик, что делаешь ты ночью в мастерской. Почему ты молчишь? Твое молчание говорит об испуге. О испуге – о дурных намерениях. Честному человеку бояться нечего. Честному человеку всегда есть, чего бояться. Дай сюда. Ты верно решил за одну ночь узнать то, что ищет рода мати сто лет? Так. Ты записывал про меры сгиба дыки. А ну, повтори все наизусть. Ну? Так. 3-1, 3-0, 3-0, 3-3, 3-17, 3-21, 3-26, 3-21, 3-17, 3-15, 3-14, 3-21, 3-27, 3-29. Всё. Всё. Да. Вот возьми это и брось в огонь. Жаль дерева, а то бы я тебе велел сделать скрипку по этому промеру. Она сгодилась бы для балагана. Почему, учитель? Я делал промеры по образцу вашей Анджелы. Потому что в сорока трёх точках промера ты один раз ошибся. Один раз? Всё равно достаточно. Скрипка звучать не будет. Но не в этом дело. В мире ты умеешь. Ну и что? Теперь, как дурацкая, бессмысленная обезьяна, скопируешь мою скрипку? Доволен? Я был бы счастлив. Принеси мне воды и апельсинов, болван. Он был бы счастлив. Он был бы счастлив. Он был бы счастлив. А как ты думаешь, почему бы другим мастерам не купить мою скрипку в складчину? Они ведь дорогие. Разобрать и скопировать. А? Что думаешь об этом? Промер скрипки украсть можно. А лак ты как украдёшь? Лак, который родомати варит сто лет и всякий раз у нас получается новый. Его ты как украдёшь? Он у тебя вот здесь вот. А без лака не будет звучать скрипка так, чтобы все сразу сказали это о мати. Породу дерева, возраст его, место среза, промывку, сушку тоже украдёшь. Да разве только в лаке дело. Дураки думают, что богатство дома о мати – секрет лака. Вообще, расскажу тебе секрет лака, которым покрыта Анжела. Хорошо, что отказался. А то выгнал бы. Я понимаю. Ничего ты не понимаешь. Но я надеюсь, что ещё поймёшь. В тебе есть одержимость. И жаль будет, если всё это пропадёт попусту. Мне ведь не секрета жалко. Тебя. Ты фанатик. Ты можешь умереть счастливым. Как? Искать. Учиться и потом творить. Я знаю наизусть 43 точки промера. Потому что каждую из них искал долгие годы. Если ты не найдёшь свои точки, значит я зря с тобой вожусь. И значит, я не смогу делать настоящие скрипки? Скрипки не делают. Делают бочки и скамейки. А скрипки, как хлеб, виноград и детей, рождают и выращивают. Не сеют хлеб в январе. Не мнут виноград в мае. И мастер должен созреть. Свою скрипку ты должен ещё зачать где-то в себе. И долго вынашивать. Пройдёт много времени, тебе будет казаться, что ничего не меняется. А между тем незаметно для тебя твои пальцы приобретут гибкость и твёрдость. Глаз станет светлым и прямым, как солнечный луч. А слух изощрённым и трепетным. И тогда воображение представит тебе, как в юношеском сне, сладком, зыбком, мгновенном, то, что ты ищешь. Эта скрипка будет, как первая женщина в твоей жизни. Широкими, полными бёдрами разойдутся обечайки. Тонким и стройным будет стан её грифа. Изящно, как поворот шеи любимой, наклонится завиток. А эфы своими загадочными, волнующими складками очертит её луна. И она подаст тебе свой голос. Нежный, ласковый, поющий. И не будет мига более полного счастья, сколько бы тебе не довелось прожить, чем вот это мгновение сладостного обладания. Тебе будет казаться, не может быть в мире ничего более прекрасного и будет так вечно. Но гением становится только тот, кто, отдав всего себя без остатка своему творению, в разгаре радости почувствует уже холодок неудовлетворенности. Он же вновь возродился для мук и страданий в поиске совершенства. А вы, учитель, знаете кого-нибудь, кто достиг совершенства? Совершенство это полное удовлетворение, то есть состояние святых или идиотов. Значит, поиски бессмысленны? Да, если считать бессмысленной самую жизнь. Ибо жизнь есть стремление познать совершенство. Чтобы стать идиотом? Ну или святым. Черпентин, черпентин давай! Ну поскорей! Попадет, затверди, запустеет! Огня добавить, огня! Молодец! Молодец! Попадет! Попадет Попадет 1-й в 2-й Продолжение следует... Я попробую, учитель. Пробуем. Господи, и ты, святая, всепрощающая заступница наша, Дева Мария, благословить. Продолжение следует... Готово. Сколько тебе сейчас лет, мальчик? Двадцать три. Я впервые сварил такой лак, когда мне было сорок три. Но это не тот лак. Как не тот? Он может навеки сохранить скрипку, придать ей необычайную красивость. Но настоящий лак заставит его звучать неповторимо. Этот не может... Ну, как же это? У меня есть еще две добавки. Но ты должен найти свои. И, может быть, найдешь какие-нибудь еще другие, которых я не знаю. И тогда сделаешь свои скрипки лучше, чем я. Ага. Никаких нон. Ты можешь стать гением, если, конечно, захочешь. И запомни, гения всегда стерегут на пути, как дорожные грабители, три врага. Праздность, богатство и слава. Они, как сирены, подстерегают гения и всегда набрасываются на главную его добродетель – трудолюбие. Но, учитель, вы же и богаты, и прославлены. Видишь ли, эти сирены особенно обольстительны в молодости. Ко мне они пришли слишком поздно. Придай Господу путь свой и уповай на Него. И Он совершит. Ты же сам о Мате говоришь, что скрипка, как живой человек, «Если дух твой чист, и Господь сам идет пред тобой, то святое омовение в купеле только сделает ее голос чище и сильнее, ибо вдохнет в нее промысел Божий. Отчего же ты упорствуешь?» «Я делаю доброе дело. И чтобы определить, угодно ли оно Богу, не надо портить скрипку». «Я не понял тебя, сын мой. Разве что-либо доброе можно испортить омовением в святой воде». «Так ведь она хоть святая, но вода». «Что?» «Скрипка, говорю, размокнет. Пропадет же инструмент». «А может, ты совсем другого боишься? Может быть, ты боишься, что святое причастие изгонит голоса бесовские из твоей скрипки? Эльзевула кары ты боишься, а Господнего суда ты не боишься?» «Тьма и вежество затмило ваш разум, святой отец. Мои скрипки играют в папской капелле в храме святого Петра». «Его преосвященство епископ Монтуанский повелел явиться вам к святой исповеди. А пока скрипки пусть будут неприкосновенны». «Это скрипка для инфанта испанского». «И обещано за нее 11 тысяч пиастров?» «Возьмите. Мне не надо за нее ни одного байока. Вручите этот дар епископу. И пусть он у себя в доме убедится, что греха в ней не больше, чем в любом дереве». «Ну, я думаю, что его преосвященство согласится только окропить скрипки святой водой. И ритуал омовения будет совершен так». «Хорошо, хорошо. Окропляйте, покрывайте. Делайте, что хотите. Только меня оставьте в покое». «Гордыня овладела твоим сердцем, сын мой». «Уйдите, святой отец. Я и так отдал вам самое дорогое. Дороже у меня все равно ничего нету». «И новыми патриси пилюс пилюс пилюсанктотам». «Поешьте, учитель. Когда я волнуюсь, мне всегда хочется есть». «Не ври. Тебе всегда хочется есть, когда ты веселишься, а не только волнуешься». «Страх». «Вот самое непереносимое, самое жестокое испытание, которым подвергает нас Господь. Сильно испуганный человек – это почти что труп». «Зачем бы им отдали эту несравненную скрипку?» «А, запомни, мой мальчик. Когда за человеком бежит пес, его надо бросить кость». «Они вам все равно ничего не смогут сделать». «Да я мог бы, наверное, раздобыть охранную грамоту у папы». «Почему же не добыли?» «У меня нет времени воевать с ними, пойми ты. У меня осталось время для работы. И то оно уменьшается с каждым днем. Умереть вот тут вот, за верстаком. Только, знаешь, легко и быстро умереть, без телесных мук. И душа сразу полетит в рай. Да, в рай. У меня просто не было времени грешить. Я все время работал». «Не знаю, не знаю, не знаю. Говорят, что человеку для ощущения счастья надо пройти через нищету, любовь и войну. Никогда я нищеты не знал. Уже родомати был богатым, когда я появился на свет. И любовь меня обошла. Я ни с кем не воевал, а вместо этого в 60 лет делал скрипки. Я в счастье, тем не менее». «А как же любовь?» «У первой моей скрипки голос был пронзительным и вульгарен. Как крики продажных генуэзских девок. И все он вызывал во мне то восторг, то мерзенье». Знаешь, что мы говорим? «Я слушал голоса птиц, песни детей, шипение волн, шорох дождя, тихий плащ женщин, тоскливый рев гепарда, которого показывали, впадуя на ямороке. Я смотрел на танцах, как девушки-юноши пляжут эту бешеную сандареллу или чеканную ломбарду. Мне хотелось уловить момент колебания, который мне надо было навсегда поселить в скрипке. И, по-моему, мне это удалось. Ты знаешь, потому что скрипки мои стали петь как-то буже, нежнее. У них была настоящая страсть и непродажное волнение. И люди, которые слушали мои скрипки, плакали. Это были слезы, радости и печали. В инструментах была моя большая любовь. И вы все время думаете об этом, когда делаете свои скрипки? Да. Я никогда не работал в плохом настроении, чтобы хоть какой-нибудь надрез не оказался случайным, непродуманным мною. Вот в этом и заключалась война, которую я вел всю жизнь. Ведь звук не получишь омовениями и колдовством. Только терпение, память и ум. Глупая эта затея твоя скрипка. Фокус. Мастер не должен терять столько времени на прихоти. Но ведь я ищу. Ищу. Скрипки не строят из разного дерева. Этими штуками уже занимался один из моих учеников. Он хотел сделать скрипку из волнистого клёна и груши. Не получилось. Тогда он вывезел виолончель из альпийской сосны и ели. Страшно слушать было. Она скрипела, как колодезный ворот. Учитель, у вас был ученик? Я не люблю вспоминать об этой истории. Не люблю. Память о ней вызывает в моем сердце и горечи, и досаду. Он оказался плохим человеком? Да нет. Скорее, я оказался глупцом. Его звали Андреа Гварнери. Я стар, чтобы лицемерить. Он был талантливый тебя. Его ожидало бессмертие. А людям останешься ты, а не он. Почему это я, а не он? Да ну не обижайся, сынок. Не обижайся. Чего там обижаться на правду? Человек должен понимать, чего он стоит. Гварнери знал о своей талантливости. Знал. Но он был при этом ленив, легкомысленный, духовно слаб. Духовно слаб? Он не любил работать. Он очень быстро сочинил лучше, чем у тебя математический формуляр обеих ДЭК. Он просто волшебно компонировал Эфи и Душку. Но вот секрета Лака он так и не узнал. Там, где, понимаешь, нужно было усидчивость, терпение, настойчивость, там Гварнери исчезал. Ты живешь, чтобы рождать новые скрипки. А для него это была пустая забава. Он мог сделать изумительную скрипку сегодня и потом на завтра исчезнуть с какими-то бродягами. Он скакал на лошади, как керосил, дрался на саблях, как мушкетер, играл в карты, дружил совсем варьем в Ливорна. В конце концов, я его прогнал. Он взял скрипку, на дыхе, в которой было написано мое имя и приписал и Гварнери и продал сволочь богатому купцу из Павии. И были тысячи раз правы, учитель. Он же настоящий вор. Да я был очень-то очень сердит. Но все-таки жаль, что мне не удалось сделать из него мастера. Я и тогда не понимал, что человека можно и силой привести к благу. Добро нельзя. внушить силой. Силой можно победить зло. Оно в нем кипело, как какой-то дракон в нем что ли сидел. Этот дракон сожрал его изнутри. Я не мог справиться с его тщеславием, с его жадностью, с его праздностью. Я не смог ему помочь. Значит, он искал в том же направлении. Подожди-ка. Меня ведь смущает, что разную чувствительность у клёна и ели. В том-то и дело. Ель гораздо чувствительнее клёна. Поэтому я рассчитал так, что обе деки будут иметь совершенно самостоятельный звук. Но диапазон составит только один тон. И тогда они неизбежно сольються и родят новое звучание. Может быть, в таком соотношении чё-то деки будут резонировать. Вот это и оказалось для меня самым сложным. Я потратил на это восемь недель. Сынок, ты уже понимаешь в этом больше, чем я. Я тебе скажу, в жизни столкновение двух разных и сильных характеров даёт взрыв. Чёрт тебя знает. Может быть, в звуке оно родит гармонию. Я нашёл добавку. Кавказский молочай. Ваши сомнения напрасны, учитель. Это ваш лак? Лак рода Амати. обедать пора. Скажи, чтобы принесли еду сюда. вода. Дело в том, что ни я, ни мой отец, ни дядя, ни дед Андреа Никогда не использовали в лаке кавказский молочай Ты не сварил лакомати Сегодня счастливейший и горестный день в моей жизни Ты сварил лак Страдивари И он лучше нашего Учитель Не называй меня так больше Мальчик, ты уже не ученик Ты мастер Ну вот и все Ну вот так, теперь, сынок Собирайся в путь Собираться? Зачем? Когда ты был слеп Я был твоим поводырем В краях неведомого А теперь ты прозрел И моя спина загораживает тебе солнце Вы меня гоните? Не перебивай меня, сынок И не спорь со мной Ты помнишь мешочки, которые привез лорд Каннинг? На эти деньги Ты сможешь купить дом Создать Мастерскую Ты должен жениться Иметь верную подругу И добрых детей У гения мало времени Ты не можешь скитаться по свету В поисках любви Чтобы гения сам творит любовь Своими руками И для всех Ваша наука Плата за труд Мастера не должны расплачиваться между собой деньгами Деньги ничто По сравнению с тем, что дают мастера друг другу Расцвел Красивой ветвью На стареющем дереве Моей жизни И не нам решать Кто из нас Кому больше должен Спасибо, учитель Перестань Не заставляй меня говорить слова Которые украшают наше сознание И повергают в стыдливость Как только мы их произносим вслух Я всю жизнь боялся старости Все время с кем-то расстаешься Ушли родители Поумирали друзья Дети женились и разъехались А скрипки? М-м-м А скрипки Скрипки остаются Знаешь Недавно меня охватило испуг Я попытался вспомнить лицо своей матери И не смог Ты понимаешь Я забыл лицо Матери Так много лет прошло Что я забыл ее лицо А скрипки Все, все Да едины помню Помню по голосу По лицам Руки хранят тепло их Я помню их Как отец Я нежно и с болью люблю Их Как старый муж Любит Молодую красавицу Жену Зная наперед Что она Переживет его И тогда Тогда Она будет отдавать свое тепло Кому-то другому Кому-то другому Но это вызывает не горечь Или скорбь А теплую светлую надежду Что и после него Она будет счастлива И Прекрасна Не вздыхай, сынок У тебя вся жизнь еще впереди А я Слишком стар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok